Всем доброго времени суток! Меня зовут Ева Лекцер. Рада вас снова приветствовать на своем канале. В текущем видео выполняю расклад по вашим просьбам на тему вопрос купли-продажи недвижимости. Значит, что нам покажет расклад и каким образом мы с вами будем работать? Всего у нас будет с вами 8 вариантов. Специально для этого я брала маленькую колоду, маленького формата. И вторая колода, это у нас Аракул Виеничнера Марчетти. И будет вспомогательная карта совет, как вам действовать в данной ситуации. Основной же расклад мы с вами будем выполнять на дороге Хэллоуин. Итак, всего будет 8 вариантов. Первый аркан будет указывать, состоится ли покупка. Вторая карта будет указывать, состоится ли продажа. Так как у каждого вопрос разный, соответственно, вы подгоняете уже под свою ситуацию. Всего 8 вариантов и в каждом варианте по 2 аркана. Вопрос либо купли, либо вопрос продажи. Во время расклада, пожалуйста, проговаривайте свое имя, проговаривайте свою дату рождения, настраивайтесь на расклад. Потому что именно от вашей интуиции зависит то, какой ответ вы получите и как вам проиграется ваша ситуация. Я сейчас объясню почему. Очень часто в комментариях под видео вы мне пишите, зачем тогда выкладывать общие расклады, если они не могут однозначно проиграться в моей ситуации. Ну вот, отвечаю вам на ваш вопрос. В чем основа? Я не могу заведомо знать, есть ли у вас интуиция, насколько она рабочая и умеете ли вы ей пользоваться. Поэтому точность расклада напрямую зависит от наличия у вас интуитивных потоков. И то, как вы с ними работаете, как вы умеете работать со своим подсознанием. Если у вас есть какие-то либо сомнения, пожалуйста, вы можете прийти на индивидуальную консультацию на платной основе. Так, сейчас я убираю ту колоду, которая у нас вспомогательная. Беру вот эту колоду, вторую хэллоуин. Напоминаю, желательно вам эти расклады смотреть в тишине, чтобы вы были абсолютно спокойны, расслаблены, чтобы вас не тревожили ваши родственники, посторонние какие-то звуки, чтобы вы ни на что не отвлекались. Именно тогда вы сможете наиболее верно выбрать вариант, который с вами резонирует и посмотреть, как же для вас отыграется ситуация. Так, поехали. Состоится ли купля-продажа? Рамки вы в этом раскладе оговариваете сами. Для кого-то месяц, для кого-то полгода, для кого-то год. Здесь насколько вам этот вопрос актуален. То есть периодику я вам не устанавливаю. Итак, состоится ли вопрос купли-продажи во временных рамках, указанных верендом? Итак, давайте смотреть. Первый вариант. Покупка. Продажа. Покупка. Продажа. Покупка. Продажа. Покупка. Продажа. Пятый вариант. Покупка. Продажа. Покупка. Покупка. Продажа. Покупка. Продажа. И последний, восьмой вариант. Покупка и продажа. Не переживайте, все карты в любом случае я вам буду подносить. Вам все будет видно. Определяйтесь, пожалуйста, с вашим выбором и давайте смотреть. Итак, для тех, кто выбрал первый вариант. Состоится ли покупка в рамках того времени, которое вы себе оговорили. Рыцарь кубков однозначно говорит да, потому что это карта выгодного предложения. То есть перспективное предложение. Предложение, которое вам, в принципе, принесет радость, принесет удачу. Возможно, оно будет связано с поездками, либо переездом. То есть вы можете, например, купить жилье на новом месте жительства после переезда. То есть то, что вы себе задумали, однозначно состоится в рамках того времени, которое вы оговорили. Состоится ли продажа для тех, кто выбрал первый вариант. А вот здесь падает умеренность. Здесь, к сожалению, нет. Потому что ситуация будет ровно, она не меняется. И сама по себе аркан дает указание на то, что подберите правильную концепцию. Посмотрите, почему у вас не продается. Здесь именно либо у вас завышена стоимость по карте умеренность, либо вам нужно прибегнуть к услугам другого риэлтора. Воспользоваться более квалифицированной помощью. Давайте посмотрим с позиции совета. О чем вам говорят здесь карты. Так, смотрим мы с вами на оракуле видений Чиро Марчетти. Итак, сама карта. Она указывает на аспект освобождения. Либо же это в целом, знаете, вот здесь единорог, это называется погоня за мечтой. Потому что эта карта, знаете, вот сильная, мощная, красивая. Она дает вам возможность спастись от каких-то вот проблем. Здесь, вы знаете, лошадь вырывается на свободу, она показывает ваш внутренний дух. Это то, что, вы знаете, вы покидаете какие-то рамки. То есть, вот видите, покидаете карусель. И аркан говорит о спасении. Это преобразование, которое связано у вас со страхом, с каким-то скептицизмом. Но одновременно, знаете, вы понимаете, что это какой-то установленный порядок повседневной жизни. То есть, сам говорит аркан, это приятные какие-то вот события. Это, знаете, спасение в мечтах. Это в целом осуществление давно задуманных событий. И вот в качестве совета по первому варианту, для тех, кто покупает квартиру, ваша мечта осуществится. А вот с позиции продажи измените ситуацию, то есть, либо взрите в корень, да, посмотрите, что вам мешает. И вы сможете осуществить вашу мечту. То есть, вы тоже сможете продать квартиру. Здесь нужно, ну, либо пересмотреть стоимость, либо же, как я говорю, воспользоваться услугами такого риэлтора. Итак, давайте смотреть второй вариант. Состоится ли покупка для тех, кто выбрал второй вариант? По королеве Пентакли однозначно, да. Карта крупных материальных вложений, карта получения прибыли, создания своего очага и так далее. А состоится ли продажа? По восьмерке Пентакли вам для этого нужно будет потрудиться. Возможно, по этой карте это еще, знаете, как пойти на уступки, либо скинуть стоимость. Потому что восьмерка Пентакли – это карта труда. Либо вам здесь придется еще заплатить хорошо за рекламу, либо за чьи-либо услуги. Но продажа у вас тоже состоится. Давайте посмотрим с позиции совета. В качестве совета нам Аркан говорит, это сама по себе карта прошлого и будущего, и карта нового старта. Она говорит, что вам нужно перевернуть страницу. Вы понимаете, что это тяжело, но тем не менее вам нельзя жить прошлым. То есть, например, если вам сложно продать и распрощаться со своим старым жильем, то, как говорит карта, настало время, чтобы писать новую главу о будущем. Потому что вы создадите себе условия, когда будете счастливы. И здесь вам рекомендуют жить в данный момент, наслаждаться настоящим, не останавливаться в прошлом и смотреть в будущее. Потому что это карта перехода из одного состояния в другое. И самое главное, здесь, как говорит карта, у вас есть все возможности. Видите, у девушки это в ключе в руках. То есть, это либо вы покупаете, открываете новые двери, либо вы продаете и тем самым тоже входите в новую жизнь. Поэтому карта для вас крайне замечательна. Самое главное, это, знаете, вот не переживать, отпустить. Потому что здесь вы, знаете, как находитесь за стое времени и переживаете, произойдет ваше событие или нет. Оно произойдет, не переживайте. Для тех, кто выбрал третий вариант. Состоится ли вопрос о покупке? По Тузу Пентакли однозначно да. Это карта больших достижений, больших возможностей, крупных капиталовложений, но тем не менее успешных и оправданных. Состоится ли продажа для тех, кто задумал третий вариант? А вот по Рыцарю Мечей я бы сказала, что нет, еще не время. Либо ряд обстоятельств и причин, по которым, скажем так, вы не сможете осуществить продажу. Либо вы сами передумаете, либо каким-то образом сложатся обстоятельства, которые вам помешают это сделать. Так. С позиции совета, как говорят карта. Вот видите, у нас здесь девушка в таком вот, как не воздушный шар, а в такой вот сфере. Карта указывает на спокойствие. То есть вам нужно, в первых, взять какую-то паузу на раздумья, потому что это в основном касается тех, кто хочет продать недвижимость. Карта говорит, что сейчас сложный период, но испытание закончится. И это в основном с опытом финансов. Либо здесь, знаете, сам вопрос купли-продажи, который вот вас ослабляет эмоционально и физически. И, как говорит карта, вы сейчас нуждаетесь в каких-то вот объятиях дома от своих близких, либо чьей-то помощи, потому что сами вы не в состоянии справиться с этой проблемой. Это время паузы, чтобы, скажем так, посмотреть на ситуацию в целом, почему так происходит. Если вы сами не можете это решить, то воспользоваться чьей-то помощью, чьей-то поддержкой, потому что здесь вы бессильны что-то поменять. Либо вы не видите истинных причин, что мешает, либо вы не понимаете, как это сделать. То есть здесь помощь, помощь и еще раз помощь. Так, теперь четвертый вариант. Состоится ли покупка для тех, кто выбрал четвертый вариант? Здесь падает карта отшельник. Но на текущий момент нет, потому что это ситуация застой, переосмысление, либо, знаете, накопить финансы и впоследствии приобрести это жилье. Потому что сейчас ситуация не располагает возможностями. А состоится ли продажа? Здесь падает паж кубков, а вот продажа по четвертому варианту более чем вероятна, потому что это карта перспектив, нового шанса, либо в целом каких-то продуктивных знакомств, либо деловых предложений. Итак, с позиции совета, что же вам советуют о раку ведений? Здесь видите, у нас стоит мужчина, весь наблюдает на рамку, в которой сидит женщина. И карта сама по себе указывает на контакт, это протягивание руки. Это карта либо духовных связей, либо соединения. Потому что здесь, как говорит карта, ну вам надо либо пойти на... То есть если вам предлагают, да, вот с позиции продажи какие-то условия, соглашайтесь, вы не пожалеете. То есть не настолько они кабальные, не настолько вы здесь много потеряете, как вам кажется. Либо, опять же, есть ли с позиции покупки. Возможно, вам стоит прислушаться к своему партнеру и повременить. А потом, скажем тогда, вы накупите, купите более выигрышный вариант. Ну, то есть тот, который вам подходит в плане финансов. Так, для тех, кто выбрал пятый вариант, состоится ли покупка. Здесь у нас падает четверка пентаклей. Ну, это знаете, как ситуация застой, это знаете, пока вы к этому не готовы, либо не можете найти подходящий вариант. Потому что здесь, по этой карте, идет желание сохранить то, что у вас есть на текущий момент. Да, возможно, вам хочется вложить деньги. Максимум, что здесь может проходить, это, например, вложение денег какую-то либо на востройку, либо недостроенный дом. То есть как бы в рыбой недвижимости есть, но заехать вы в нее еще не можете. Вот в таком аспекте. Потому что по четверке пентаклей, как вы знаете, желание сохранить то, что у вас есть, это, знаете, вложить деньги, но пользоваться этими движимостью вы не можете. Так, состоится ли здесь продажа? Патройки Пентакли – да. Но я вам скажу честно, здесь патройки Пентакли – это будет прибыль ниже той, которую вы ожидаете. Например, вы планировали одну стоимость, а получили на треть меньше того, что вы планировали. Так, давайте смотреть с позиции совета, о чем же вам говорят карты. Здесь аркан указывает на самоанализ, самоопознание, потому что эта карта, знаете, взвесит все за и против. То есть, насколько эта покупка будет оправдана, либо насколько будет оправдана эта продажа. Это, знаете, попытка, знаете, как придушить свой эмоциональный порыв, когда, допустим, вам что-то нравится, и вы все, загорелись, все, покупаю, а потом стоп, а надо ли или нет. Так же с позиции продажи. Вот есть выгодное предложение, все, продаю, а потом стоп. Но, тем не менее, как говорит карта, опасность будет состоять только тогда, когда вы не контролируете ситуацию. Поэтому к вопросам купли-продажи подходите серьезно, взвешивайте все за и против, собирайте информацию, но, тем не менее, для вас вот этот вопрос продажи, это если у вас только срочная продажа, будет оправдан. Если нет, если вы не спешите, повремените, чтобы, скажем так, для себя продать эту недвижимость более выгодно. Итак, для тех, кто выбрал шестой вариант. Состоится ли покупка? Ну, по карте дурак здесь все перспективы, потому что дурак – это карта начала, новых возможностей и так далее, новый виток, новый старт. Единственное, что эта покупка может быть необдуманной в том контексте, что все, пришел, увидел, победил, понравилось, купили, а потом уже сопоставляете все факторы. Какая там инфраструктура, какие там соседи и так далее. То есть, это, знаете, какая-то покупка сумасбродная. Я не говорю, что она будет неоправданна, потому что мы сейчас смотрим с позиции именно самого вопроса купли-продажи. Но если вы спрашиваете, состоится ли покупка, да, состоится. Состоится ли продажа? А вот здесь нет, потому что, смотрите, по карте Луна вас еще здесь могут обмануть. Здесь может быть какой-то финансовый обман, либо финансовые махинации. Поэтому будьте здесь, пожалуйста, предельно осторожны. Давайте мы посмотрим, выберем для вас карту совет в данной ситуации. Так, вот здесь у нас нарисован с вами подводный мир. Карта указывает на любопытство. Ситуация сравнения, либо неудовлетворенности. То есть, то, о чем я вам говорила. То есть, вы можете быстро купить, либо вы можете продать, а потом кусать себе локти и жалеть. Потому что вы здесь не видите в этих вопросах скрытых факторов. То есть, соответственно, и покупка, и продажа здесь могут быть сделаны на эмоциях. А потом вы будете сожалеть о своем выборе. Поэтому на тот период, который вы себе задумали, эту ситуацию, ну, как вопрос купли или продажи, лучше отложите на попозже. Потому что здесь будут какие-то опрометчивые шаги, опрометчивые действия. Здесь, как говорит карта, вы должны быть осторожны и тщательно исследовать вопрос. Действительно ли вы хотите принадлежать новой среде? Потому что, видите, здесь русалка пытается выбраться из-под подводного мира на поверхность суши. И это у вас вызовет недовольство. Потому что, вот это, знаете, сама вот эта вот привлекательность и заманчивость перспектив, которые вы видите в плане купли-продажи недвижимости, она может не пережить длительных обязательств. Ну, то есть, здесь вы, например, продали, а у вас либо теперь не хватает денег на тот проект, который вы себе запланировали, либо вы понимаете, что это вообще был глупый поступок. А если с вопроса купли-продажи, понимаете, что купили, а потом, короче, когда посмотрели трезво на эту ситуацию, понимаете, что эта покупка себя не оправдывает. Поэтому не бегите в мир иллюзий. Для тех, кто выбрал седьмой вариант, состоится ли покупка? Давайте смотреть. У нас здесь падает десятка пентаклей. Однозначно, да, да, еще раз, да. Десятка пентаклей, карта семейка, а так у крупных финансовых вложений. Ситуация сбора урожая, поэтому здесь однозначно, да. А состоится ли продажа? Здесь у нас падает рыцарь жезлов. Продажа тоже здесь состоится. Причем, возможно, быстро, либо неожиданно для вас. Потому что все-таки рыцарь жезлов – это карта быстрых действий. Так, и давайте смотреть, о чем нам говорит карта с позиции совета. Здесь у нас падает тринадцатый аркан. Он так называемый нити судьбы, да. То есть вы сам по себе хозяин положения. Потому что это карта контроля, организации, производительности. То есть, как говорит сам по себе аркан. Трудитесь, и у вас все получится. Потому что здесь вы четко курируете ситуацию. Вы видите ее в полноценном цвете. И вы знаете, как сам ее тяните с своей судьбы. У вас все получится. Тут у вас, во-первых, и своевременная ситуация. И для вас она пойдет во благо. Поэтому волноваться вам здесь не о чем. Так, для тех, кто выбрал восьмой вариант. Состоится ли покупка? Здесь у нас падает карта звезда. Давайте уточню, объясню почему. Потому что хоть карта и указывает на исполнение надежд. Но очень часто по звезде это то, что идет в более отдаленной перспективе. То есть, допустим, если вы загадали себе утрирован на месяц. Это может состояться там не в течение месяца, а в течение полугода. Поэтому так, состоится ли здесь вопрос покупки? Нет. Вот именно в рамках того периода, который вы загадали, нет. Потому что смерть здесь вам перекрывает дорогу. То есть, так как я и сказала, вопрос может быть решен, но в более отдаленное время. Ну, не вами задуманное. Состоится ли здесь вопрос продажи? Здесь у нас падает восьмерка кубков, карта ухода. Опять же, здесь вы либо можете пока отказаться на текущий момент от этой затеи. То есть, уйти, да? От этих мыслей, от этих планов. Либо в целом карта может указывать на переезд. Ну, смотрите, по королю кубков вы здесь либо воспользуетесь чьей-то помощью, чьей-то возможностью, и все-таки продажа у вас здесь состоится. Но если не будете этим заниматься самостоятельно, потому что по королю кубков это карта профессионала, карта человека, знающего, квалифицированного, который поможет вам в этом вопросе. Ну, и давайте для вас тоже посмотрим карту совет. Так, видите, здесь у нас по себе ситуация, что вы связаны не теми судьбы, то есть, либо сами загоняете себя в угол. Потому что это карта захвата, ограничения, либо сдерживания, либо осложнения. То есть, как я вам сказала, вот по покупке вы понимаете, что не время, можете отложить идею в более долгий ящик. По продаже сами не сможете справиться, соответственно, видите, у вас ограничения, вам нужна помощь посторонних лиц. И, как говорит карта, вы просто запутались в череде препятствий, неважно, реальных, либо воображаемых, потому что они ограничивают ваше желание и ваши действия. У вас сейчас пока нет возможности противостоять этим обстоятельствам, но, как говорит карта, у вас рядом лежит нож. И вы можете в любое время освободиться от этих связывающих пут и добиться результата. Просто здесь вы ожидаете сами, сопоставляете, то есть, время или не время. Но, тем не менее, все в ваших руках. Вот такой вот вышел у нас сегодня расклад. Надеюсь, он вас порадовал. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как у вас впоследствии проигрывается, либо не проигрывается данный расклад. Я вам буду очень признательна за обратную связь. Ну, а с вами была Ева Лекцер. Благодарю вас за внимание. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok